На центральном рынке города Камрад торгующие проявляют недовольство в связи с их сложившимся положением. По словам продавцов, на рынке производится конфискация товара, в то время как в наличии есть все необходимые документы. Как утверждают продавцы, конфискацию производит налоговая служба из Кишинева. Таможенная кишиневская какая-то служба. Пришли и конфискуют товар. Не имеют права не конфисковать товар. Люди платят налоги, все платят. У всех документы есть, все так же работают. Полюс у всех есть. Зачем они приходят? Пусть дают людям зарабатывать. Люди приходят сюда зарабатывать, прокормить детей. Никто нас не спрашивает, есть на бутылку молока или на булку хлеба. А все сразу приходят и ждут непонятно что, хотят зарабатывать. Пусть дадут нам тоже зарабатывать. Если не будет оплачено, за каждый просроченный день будет нам бенья. А вы извините, а вы за просроченные зарплаты бенья облудите людям. Мы не просим ни у государства, ничего. Мы все влаживаем в свое собственное. И мы будем возмущаться, потому что мы еще плюс платим налоги государства. А это несправедливо по отношению к нам. Либо все, либо никто. Закрывайте, все, ничего не работают. Идем, и надо что-то делать. Женщик, пользуются, они пили. Давайте сейчас, как у меня это именно происхождение, товара, супер, супер, аппарат. А я ребенку на что молоко куплю? А садик мне пришло 600 лимней. Чем его платить? Аналогично. А мне не сказали, до субботы заплатили, а три дня на нуле. Чем платить? Я работаю на двух работах, чтобы прокормить свою семью. Я плачу два раза больше налоги. Но Нюнка, Боже, не прошу. Зато миллиарды государства воруют, не могут найти виноватых. А здесь нашли быстро. Быстро нашли. Как независимость только на бумаге. Пускай вот конкретно независимый наш примарь придет, защитит народ, башкан наш придет. А то все только селфи. Мне не надо селфи, мне надо конкретно человеку, каждому пускай помогут, а не только на словах. Примар города выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Однако напомнил, вопрос о том, к кому относится налоговая, не находится в юрисдикции примарьи. В принципе, мы их тоже можем понять, потому что никто не хочет сложного учета какого-то, лишних документов, как у нас это принято в нашей стране. Ну и налоги платить тоже надо, с одной стороны. Потому что многие, те есть легально торгуют, но многих мы сколько вот боремся даже с уличной торговлей. Есть категория людей из тысячи, около 50, те, которые торгуют нелегально, они научились жить нелегально. И в этом плане тоже должно быть так. Кому, конечно, сегодня относится налоговая, то не примарья решается. Примарья, она всего лишь констатирует факты на основании законодательства, которые есть в нашей стране, мы выдаем разрешения или документы. Но сегодня закон даже позволяет любому торгующему нас поставить всего лишь в известность и торговать дальше согласно закону. Светлана Черножица владеет магазином на рынке. Ее документы проверяла налоговая служба. Продавец утверждает, что они соответствуют всем требованиям. Однако в описи все обозначили иным образом. Меня месяц назад проверяли документы, у меня все в порядке. Перевожу через карго, но нашли причину, очень мелкую, оболгали мои документы. Написали, что у меня документов вообще нет, в акте указано документов нет, хотя они у меня есть. Я оплачу все налоги и перевожу товар через карго. Кто к вам лично подходил, скажите, пожалуйста. Были Левский, Когульский и Комрадский с налоговой. Мы попытались поговорить с сотрудниками службы, но нам отказали в интервью. Кем именно они являются и по какой причине были на рынке, неизвестно.